а я даже первый раз снимаю я не знаю что там и как я я пока еще не привыкла короче как и чё-то я переживаю но наверное записывает все надеюсь микрофон не прикрываю вот караски прикрывал он же тут вот он микрофона все теперь не надо в него прям варить дуть нормально все но теперь вот знаете микрофон так чё у нас тут она поздороваться всем привет не знаю как там выгляжу не особо не до моды это сегодня короче эмилию сказал я все каждый день забывают визе отвези павлички это они которая мясо всегда угощать и этой женщине которая угощала вот нос капуста грибочки ну и вот там вот сардельки тут раз там что-то вот я не знаю какой зовут забывают чтобы спросить вот я говорю отвези а то так нехорошо как-то вот он повез ну а не понравились обои павлички вот она взяла зелененький сначала но потом ей тот понравился который с розовым вот и она это за 100 рублей его еще купила плюс еще мясо кидала опять дай бог здоровья вот ну и чё у нас тут сегодня так чай такой вот один пакетик надо выходить бокал как нибудь а то чай последние три пакетика остался надо чай покупать так чай с лимончиком сейчас размешаю селёдочку я всю почистил замариновал с лучком подсолнечным маслом а это я тут какие-то фигульные испекла типа как песочное тесто но чисто с чайком попить они вкусные по кило муки это пачку маргарина туда чуть-чуть соды когда маргарин это напечатаю я туда сотки добавил там все так вот забурлило сахарку две столовых там или трешки я добавил и пол чайной ложки соли вот два яйца это замесила вот получилось вот такие вот такая трамочка новая я попросила иметь чтобы купить а то я делала икону умиление вчера не надо рамочку вот обязательно как же без рамочки рамки да сейчас дорогие теперь уже никто не уступит потому что сейчас все дорого так ой черныш не мешать мне рыба обжарались кошки сегодня еще костей сколько будет а это я мариновала сливочном это соусе короче это лук обжаривала и ой чужой у меня был какая-то приправа такая это кинза из кинзо из мусорный пакет я туда зол складываю потом у нас тут две мусорки прям рядом я отношу чтобы зола не задерживалась баба уже брала вот это уже осталось но как объяснить нам на обед потому что это баба уже взяла и картофель я картофель делал мяты со сливочным маслом просто яйца не добавляла просто сливочное масло и какое молока не было я просто водички с картофель добавила и сливочное масло ножки такие вкусенькие ну вот такие вот дела так ну и чё тут я у всех вот спрашиваю соседей может кто чё по отдает какие вещички это а это попросил или купить покупал очень хорошие окорочка недорогие окорочка на 100 рублей но у меня там был немного денег ну сколько было слабо вот это сосисочка за 50 рублей с сыром но это уже не на сегодня я имею ввиду на сегодня я уже наготовила вот может что-нибудь еще там к вечеру приготовлю я не знаю чё может там кашу какую чуть попроще 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 вот а то жирно будет реально вот муж суп какой сварю это морковка лук ну обычный лук свойский лук кстати такая тут андала угостил сейчас я посмотрю публички ей в общем обои понравились и так хочется угодить это так хочется связать это еще но у меня не есть чего может кто чё отдаст какие старые тряпочки это вот это звонил сегодня соседки может чуть уберет какие старые вещички а это то они нас кидала сейчас я сейчас в тарелочку показать чтоб чисто она 100 рублей еще дала она взяла ей понравилась половичок и вот тут еще мясо нифига себе дай бог здоровья все всей семье анины вот теперь я сегодня это просила тетюль короче может быть какие-нибудь вещички соберет и милюш вот видите выливаю все нормально расстройства нет запор наоборот все ну пей не вот мясо просто великолепнейшие просто великолепнейшие теперь мне так хочется уходить так половичков навязать был бы с чего теперь человеку хочется мне тоже угодить вот такой вот день может сегодня бог даст буду опять работать икону умиления уберу не знаю сейчас видно тут меня или нет видно поверь у меня сейчас эффект рыбьего глаза включена на отдаляй чё хотел сказать про колесников мне не надо ничего плохо писать никто не имеет права лезть чужой семью я так считаю а уж кто там вправляйте своей да свою для начала создайте да вот и тогда уже пишите сами себе свои законы а в другие попробуй я не без пардона не мать не имею права я считаю что это очень ужасно когда люди настолько себя ведут лезут куда это их не просили куда их не приглашали не звали семья это святое это это как храм в который не стоит лезть с другой верой так же и семья я считаю это тем более посторонние люди пишут которые не соседи не друзья своими указами там приказами со своими оскорблениями вот и прочее удалить канал с таким бредами некоторые пишут вообще не адекватно они прям думают что надо ее послушать удалить канал да и чё я хотел сказать это да я иногда с некоторым что-то начинаю спорить как говорят в споре рождается истина ну ведь есть еще и другая поговорка кто спорит кто-то говна не стоит так что я не знаю какой поговорке придерживаться но я стараюсь быть лояльной к любому человеку я стараюсь если оскорблений нету я не баню я все равно стараюсь как-то найти компромисс как-то поговорить с человеком в общем будьте добрыми все всем пока не лезть в чужие семьи не имеет никто права это нехорошо да беспардон это ужасно правда она не делает да и не